В то время как зарубежные партнеры Казахстана, Европейский парламент, а также международные организации, по всей видимости, все более критически воспринимают ситуацию с правами человека в Казахстане. Президент Касым Жамар Такаев заявляет, что власти проводят реформы не для того, чтобы кому-то понравиться, и настаивает, что зарубежные коллеги и эксперты положительно отзываются о внедряемых в стране изменениях. Активисты и правозащитники придерживаются мнения, что Такаев политических реформ в стране еще не проводил. 25 февраля президент Казахстана Такаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия НСОТ, образованного по его инициативе в частности, заявил, что некоторые его иностранные коллеги и авторитетные эксперты положительно отзываются о проводимых в стране политических реформах. «Они понимают, что политическая модернизация — это многогранные изменения», — сказал он. «Критикующие же смотрят на проблему поверхностно, либо намеренно не хотят вникать в особенность нашей ситуации. У нас четкие установки. Все проблемы мы решаем через диалог. Я уделяю этому вопросу особенное внимание. Мы проводим реформы не для того, чтобы кому-то понравиться или чтобы перед кем-то отчитаться. Мы будем реализовывать реформы без оглядки на кого-либо. Главная цель улучшения потенциала нашей страны», заявил Такаев. Такаев высоко оценил работу НСОТ, который был создан после президентских выборов 2019 года для налаживания диалога между народом и властью. По мнению президента, Совет стал важной структурой, предлагающей новые реформы. Инициированный над Советом пакет реформ дал новый импульс общественно-политической жизни страны. «Мы уже видим результаты этих важных инициатив», сказал Такаев. Реакция в обществе на эти утверждения президента была неоднозначной. А вот и критики лидера инициативной группы по созданию демократической партии Жан Болот Мамай и президент общественного фонда правозащитницы Бахаджан Таригожина критически относятся к обещаниям Такаева провести реформы. Они на протяжении нескольких лет проводят различные акции с требованием политических изменений и относят себя к тем, кто хорошо владеет ситуацией. На недавних парламентских выборах, которые международные организации назвали несправедливыми, не было конкуренции. Не было зарегистрировано ни одной продемократической оппозиционной партии. Политические преследования продолжаются, говорит Жан Болот Мамай. Бахаджан Таригожина считает, что реальных политических реформ в стране не было. Конечно, господин Такаев хочет получить дивиденды за счет политической реформы. К примеру, пункт об уведомительном характере проведения митингов без получения разрешения звучит красиво, но на практике это ничем не отличается от предыдущего закона. Потому что человек, объявивший о митинге, все равно должен получить в Экимате ответ «да или нет». Хотя порог для регистрации партии снизили с 40 тысяч до 20 тысяч человек, это не имело никакого эффекта. Провластную партию окрестили парламентской оппозицией. Тем не менее парламентская оппозиция не высказала своей позиции в отношении нынешних политических репрессий. Это дискредитация слова «оппозиция». Политическая реформа не в воле Такаева, он как стал неожиданно президентом, так и неожиданно может уйти. Все решает бывший президент Нурсултан Назарбаев, говорит она, не согласна правозащитницей с оценкой, которую президент дал деятельности Национального Совета. Это правда, что изначально у нас были надежды на Национальный Совет, но было ясно, что он постепенно превратится в мертвую платформу, как только его членами стали некоторые провластные лица, сказала Таригожина. Субтитры создавал DimaTorzok